МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайший год должен стать лучшим спортсменом в России. Получается хороший результат. Действовать так, чтобы не рождать новую агрессию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По корпусу. Переметат на лицо. Получаешь передачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоккей начался с детства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крымские спортсмены вернулись в первенство России. По тяжелой атлетике среди юношей участвовали более 400 человек, представлявших 53 региона страны. Все подробности в нашем видеоматериале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шесть золотых и три бронзовых награды. Такой медальный улов у сборной Крыма. Всего поехали 7 спортсменов. В своей весовой категории не было равных Геворгу Серобяну, который завоевал сразу три золота. Он обновил рекорд России. Залог успеха, в прямом смысле, тяжелый труд на тренировках. Мы приехали после Европы и сразу начали подготовку к России без отдыха, чтобы хорошо выступить. Не надо отдыхать, стараться больше держаться в форме, даже какие-то маленькие тренировки делать, чтобы форма не терялась. За успехами крымской молодежи внимательно следит прославленный тяжелый атлет полуострова Артем Иванов. Участник Олимпийских игр уверен, эта молодежь добьется еще большего, чем он сам. Конечно, это понятно. Видите роль не только как спортсмена, но уже как и тренера, преподавателя, что спортсмены подрастают и ты можешь передать какой-то опыт. Уже я как в качестве судей ездил, смотрел и болел за наших крымских спортсменов, которые действительно представляли Крым на высоком уровне. Сейчас Геворг действует по проверенной схеме подготовки. Тренировки в ней ежедневные. Все ради предстоящего первенства мира. Мало того, что он сохранил свою форму с чемпионата, где он стал чемпионом Европы в Израиле, то он даже накатил, и буквально его результаты сейчас могут быть на Кубке России, на предстоящем, на котором мы думали, что он будет выступать. Он мог бы стать призером 100%, а мог бы и выиграть. Но, к сожалению, тренеры решили, что он должен готовиться непосредственно к чемпионату мира среди юниоров. Чтобы подготовка была еще более качественной, Геворг отправится на сборы с национальной командой России. Они стартуют 4 февраля в Сочи, а первенство мира среди юниоров запланировано на 14 марта в Бухаресте. В Симферобле прошло первенство Крыма по легкой атлетике. Турнир традиционно собрал лучших молодых мастеров в разных дисциплинах. Для тренеров это отличная возможность посмотреть, на кого же в ближайшее время можно рассчитывать, особенно если говорить о всероссийском уровне. Это самый важный старт зимнего сезона, чемпионат Крыма в помещении и чемпионат и первенство Крыма по многобориям в помещении. Количественный состав у нас очень обширный. 180 человек – это прилично, это взрослые спортсмены. Есть как бы все дисциплины, и это отбор на выезд куда дальше, на Россию. Здесь уже мы видим в том боевой готовности, кому следует дать шанс защищать наш Крым, наш российский город. Возрастная категория без возраста, поэтому может любой быть, но в зависимости от квалификации, не ниже второго взрослого разряда, спортивного, должен иметь человек в беге и в технических не ниже третьего спортивного. Поэтому нужна высокая квалификация, подготовленность. Это контрольная проверка перед всероссийскими соревнованиями. Участвуют 180 лучших спортсменов со всего полуострова. Соревнуются в беге на разные дистанции – софете, толкании ядра, а также прыжковых дисциплинах. Ну и тут младшие девочки бежали. Хорошие девчонки, хорошее поколение растет. Настраиваемся показать все, что можете, и смотреть на соперников, и главное – в себя верить, в свои силы. Ближе, 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 ближе! Мы 25 человек привезли, готовились в основном и на улице, и в зале. Так что, ну, довольны, довольны. Как воспитать чемпиона? Чемпиона трудолюбия, упорства и терпения. Уровень результатов пока мы уже видим после технических видов высокий. Уже вот у нас ребята на рекордной высоте, на прыжках в высоту залазили. Толкание ядра прошло хорошо. И в прыжках в длину тоже есть результаты, которые достойны люди выезжать на уровень России. Есть же призеры первенства России. Это очень серьезно. В сборную входят несколько человек России. Это уже серьезно. Это говорит о том, что Крым уже вписался в легкую атлетику России. И чувствую себя там уверенно. Да, мы выезжали в Волгоград на чемпионаты первенства Южного федерального округа. Команда была большая, порядка 50 человек. И мы завоевали 37 медалей. Это очень весомое достижение. Мы еще столько не достигали таких успехов. Поэтому спортсмены показали свой характер, показали силу, высокие результаты. И будут готовиться дальше для выезда. Министерство спорта активно нас поддерживает. Центр спортивной подготовки. Поэтому у нас в взаимосвязи получается хороший результат. В нашей традиционной рубрике «Визитка» мы сегодня расскажем вам, что из себя представляет айкидо. Этот вид единоборств по-настоящему уникален. Ведь он направлен прежде всего на то, чтобы обратить силу и энергию атакующего против него самого. И самое главное, айкидо все возрасты покорны. Было бы желание. Мы покажем и расскажем, за счет чего эта дисциплина становится все более популярной в Крыму. Крыму и Айкидо сейчас в основном представители Айкидо и Айкикай. Существует Международная федерация Айкикай Крыма и города Севастополя. Вот эта именно организация получила признание ХОМБУ. Мы являемся представителями этой организации, аккредитованными в республике Крыма. У нас стабильно есть люди, которые занимаются и в детские группы, и во взрослые. Есть уже люди, которые из детской группы перешли в взрослые, и уже получают даже мастерские степени. То есть какая-то преемственность существует. Техники Айкидо берут свое начало от работы с мячом. Поэтому базовым для изучения является нанесение удара не тычковое, а именно режущее. Называется он Шуменуччи, и вот именно изначальное базовое движение основывается на этой технике. К тому есть несколько причин, кроме того, что это работа с оружием. Это еще позволяет соединять линейное и круговое движение, именно в сознании себя подготовить к тому, что не нужно линейно ломиться, а круговое, с линейным соединять, и позволяет унифицировать, скажем так, движение в дальнейшем. Так как боевое искусство больше мужчин, у нас девушек достаточно много занимается, и младшие группы у детей и девочки тоже занимаются. В Айкидо страшные приемы только подразумеваются. То есть все знают, что этот прием может закончиться опасным движением, но это движение не доделывается до конца. Девушкам в физическом плане несложно заниматься, в отличие от других единоборств, где требуется и сила, и выносливость, и так далее. Поэтому девушки идут в Айкидо из-за того, что возможно не использовать группу физическую силу, а сохраняя женственность, заниматься боевым искусством. Прийти к тому состоянию сознания, когда нет желания выяснять отношения, скажем так, как говорится, чье кунфу круче. Если я попадаю в ситуацию, которую мне нужно разрешить, я ее разрешаю, но не стремлюсь доказать, что я там самый главный, самый лучший и так далее. Как пример, камнепад, падают камни. Я могу тренироваться, что кто-то специально кидает камни, уворачиваюсь, готовлюсь к этому, тренируюсь. Но я не вызываю специально этот камнепад, чтобы стоять и доказывать, что вот, ай, я круто, я победил, вот я сейчас этот камень откину. Случился камнепад, отошел сюда, туда спрятался, камни попадали, я живой. Фактически я победил этот камнепад, но я не соревновался с ним, не загонял себя в ту категорию, что давайте, сейчас я докажу, что я сильнее. Вот это вот основная философия, научиться действовать так, чтобы не рождать новую агрессию. То есть это позволяет гармонизировать как на тренировке, так и в жизни соотношение духа, тела и разума. Позволяет как бы все время быть в гармонии и получать удовольствие от этой жизни, а не только напрягаться. У нас нет жестких столкновений, жестких требований к физическому состоянию человека. Ну, если человек здоров, если человек способен двигать ноги, поднимать руки, то, пожалуйста, милости просим. Поэтому наша аудитория от, скажем так, от мала до стара и в обоих половах. Люди сюда приходят для себя заниматься, ну, то есть каждый что-то находит свое. То есть мы просто приходим и занимаемся для удовольствия. Техника ИТО, первый базовый контроль, сейчас мы его попробуем показывать. Шум и ночь. Моя задача стоит в том, чтобы не уничтожить партнера, а взять его под контроль. То, что завещал ОСУНСЕЙ, передается из поколения в поколение. И мы теперь, как официальное представительство ХОПУ ДОДЗЮ, не только имеем право, но и обязаны доносить до тех, кого обучаем. Это концепция Айкидо несоревновательная, то есть не применение насилия в качестве аргумента, скажем так. Понятно, что да, мы должны научиться защищаться, но не споря, вот кто сильнее не выясняет отношений, а просто решая ситуацию. Вот это вот основная концепция Айкидо и Айкикай, которую мы обязаны просто пропагандировать. Еще один тренд единоборств в Крыму – активное желание прекрасной половины освоить Азы по-настоящему сложных видов спорта. Яркий тому пример – тайский бокс. Сейчас в секции приходит все больше девушек, причем с совершенно разными целями. Кто-то хочет освоить Азы ударной техники, а кто-то видит в этом шанс банально привести тело в тонус. Мы убедились, что порой красота – это не просто сила, а сила всесокрушающая. Продолжение следует... Женский тайский бокс, он набирает популярность. Сейчас на всероссийских турнирах уже гораздо больше участников среди женщин, среди девушек. Международный турнир показывает, что спрос очень большой, девушки идут в тайский бокс, записываются. Многие приходят для того, чтобы подкорректировать фигуру, а многие остаются, начинают выступать и показывают хороший результат. У каждой девушки своя, скажем, такая мотивация. Некоторые приходят челенаправленно, чтобы похудеть, больше получить кардио и в этот же момент научиться каким-то приемам самообороны. Многие, которые приходят, пробуют, им начинают нравиться и потом начинают спрашивать, а можно нам попробовать выступить на соревнованиях. Правую руку выше держи. Левый хул бьешь, левый хул бьешь. Ручку выше. Оп. Оу. Девочек, наверное, сложнее все-таки тренировать, потому что мальчики, парни, мужчины, они пришли, построились как в армии. И им говорят сбежать, а не бегут. И им говорят прыгать, а не прыгать. Сейчас работаем. Двоечка. Левой ручкой пробиваем хук. Заканчиваем правый хайкик. Ножка только вернулась. Правый прямой. И в конце правый хайкик в голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее. С обманным действием. На скачке поднимаем переднюю ножку. На соперника он опускает ручки. Пробиваем локоть. Впереди руки. Колено. И переводим в виду кив в корпус. Лысо. 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 У каждой девочки свое видение, свое настроение. За всю мою практику было две высокого уровня спортсменки. Это Зубченко Валерия. Она выполнена у Лана Армаки в мастерах спорта по тайском боксе. И Филатова Диана. Вот в этом году она стала серебряной призеркой первого мира. Раз. Два. Оп, оп. Здесь. И сразу волшки, сразу за колено. Здесь. И в сторону. Формируется характер в первую очередь. Ты становишься такой более грубый. Такой можешь за себя постоять. Ни разу я на улице не дралась. Ничего такого. Так я в жизни вообще спокойный человек. Оп. Оу. Колено глубже. Таз вперед. На носочке встаем. Протыкаем вперед колено. Многие спрашивают, почему именно маутайский бокс. Ты же девочка и тебе нужно быть более женственной. Но это никак не влияет на самом деле на быть, чтобы быть женственной, на твою женственность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маутайский бокс, он как бы очень интенсивные тренировки. Достаточно интенсивные. Их, ну как бы, если человек неподготовленный, то тяжело, скажем так, выдержать полную нагрузку тренировок. Поэтому есть начинающие группы, есть более опытные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оттянулись на правую ножку. Подсели. Перекрылись. Продолжаем атаку. Правый прямой. Левый сбоку. Правый недолгкий. Второй номер отвечает. Правой ножкой ставите щит. С этой же ножкой шагаете на него. И пробиваете правое коленочко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет отдельно еще пока женских групп. Поэтому наши девочки, они как бы, может быть, догоняют, а может, даже перегоняют мальчиков. Тренировки у нас, они прямо, скажем, кость-скость идут, да? То есть, как тень за парнями. И они, как бы, иногда дают пору хорошим парням. Нужно не бояться. Если есть цели, нужно идти к ним. Не смотреть ни на какие преграды. И если тебе действительно это нравится, нужно достигать свои цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только настоящие мужчины играют в хоккей. Это все про президента клуба «Южные пингвины», спортсмена и функционера Дмитрия Горячего. Наша Анастасия Бойко в своей рубрике «Спортлайв» узнала в подробностях, с чего начинается хоккей, что такое ночная хоккейная лига и сложно ли в солнечном Крыму развивается такой холодный вид спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маленький шаг на лед – это большой шаг в большой хоккей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закатываешься, получаешь передачу от меня, а ты под него подкатываешься и спиной встречаешься. А почему хоккей, собственно? Как все началось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоккей начался с детства, поэтому, приехав в Крым, хоккей здесь, в Симферополе, в общем-то, на самом деле в шаговой доступности находится. И так с судьбой сложилось, что хоккей – это моя работа, это мой дом, это моя жизнь, вся моя семья в хоккее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С какого возраста начали заниматься? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на самом деле из Подмосковья, поэтому сколько я себя помню, я всегда в хоккее, сколько я себя помню, я всегда был в коньках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А расскажите про ваших родителей, кто они? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда это называлось рабочий Рабочий класс, работали на заводе Мама Сейчас у меня пенсионер Папа, к сожалению, умер в прошлом году Но он всегда поддерживал меня в хоккее Гоша, до синей линии Разворот, получаешь пас И атака вон тех ворот, Гоша Мы сейчас будем заниматься дриблингом шайбы Клюшку берем Так было удобно Здесь длинно, не надо брать На пяточки, на пяточки, да С какого возраста детей так начинают учить? С самого детства Мне уже поздно, видимо Она у меня убегает Вы президент клуба хоккейного У каждого клуба есть особенности воспитания детей Какие у вас акценты на воспитание И, возможно, какие-то элементы для победы? Основная задача нашего клуба Дать всем возможность попробовать найти себя в хоккее Для этого надо достаточно долго Давать возможность ребенку Не просто по спортивному принципу Находиться в хоккее Но и по принципу массовости И его возрастных качеств К счастью или к сожалению Хоккей стал теперь Управляемым со стороны мам Раньше говорили, что папа приводил их в хоккей Потому что папа играет за ту или иную команду А теперь мама приводит детей в хоккей Единственный совет, конечно, все-таки Не торопиться с маленьким возрастом Приходить на специализированные тренировки Давать детям возможность радоваться их детству У каждого хоккеиста своя форма Но мы нашли место, где можно померить ее Витя, расскажите, из чего состоит хоккейная форма Что можно на меня примерить? Ну, можно начать с коньков Но коньки мы, наверное, сейчас примерять не будем Начнем с нижней части экипировки Первое, что одевают хоккеисты, это щитки Я думаю, что этот размер вам подойдет Это для защиты коленей, да? Да, для защиты коленей Я думаю, что вам есть смысл подойти вот сюда Вот сюда И применим на правую ногу Одеваем вторую щиту Давайте Был правый, теперь станет левый Они плотно должны прилегать? Они должны нормально прилегать Вот почему их кисти такие грозные Там лучше всего одета Дальше мы вылезаем в хоккейные трусы Одеваем хоккейный нагрудник Он же панцирь Он же защита плеч На локотники Они же защита локтя Дальше мы одеваем верхнюю часть нашей одежды Нарядный свитер любимой команды Дальше мы одеваем шлем Обязательно застегнутый шлем Это нарушение верхней экипировки Игрок получает 2 минуты Маловсконечный штраф Готово? Готово Однако, друзья, у меня в хоккейной форме Не то чтобы заниматься, стоять было неудобно Не знаю, как быстро привыкают хоккеисты Но я, пожалуй, продолжу так, без экипировки Теперь каждый друг против друга Давайте Вот здесь Вот здесь, зонт Будущее крымского хоккея Я вижу, наверное, все-таки В том, что наши дети Которые сейчас пришли в хоккей Подрастут Будут выступать в молодежной хоккейной лиге Которая со строительством спортивных сооружений Возможно, будет и в Крыму А в целом, я думаю, рассчитываю на наших звездочек Которые вырастут И прославят Крым за сборную России Вот такой получилась спортивная неделя в Крыму Мы постарались передать вам все ее многообразие Надеемся, что главный принцип нашей программы Вы обязательно притворите в жизнь Чемпионами иногда рождаются Но куда чаще ими все же становятся И сегодня именно тот самый день Когда надо начинать заниматься собой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!